Думаю, какой пересвет сделать, так, чтобы вы не сильно испугались. Всем доброе утро! Я чувствую себя как после большого бодуна. Всё почему, я не знаю почему, но я в последнее время, если ложусь... У меня никогда такого не было, потому что я сова, и если я ложусь... Кстати, привет, новый влог! Привет, новые люди, подписавшиеся на мой канал. Так вот, я заметила, что если я ложусь, пытаюсь время посмотреть, потому что я линзы ещё не одела, начало 11 у нас. Когда я ложусь в 2 и встаю часов 7, вот у меня такое ощущение, вот как будто бы, знаете, похмелье есть такой синдром, похмельный синдром. Вот один в один, какой-то шум в голове, какое-то непонятное такое состояние. Но стоит мне лечь до 12 часов, всё окей на следующее утро. Сейчас пью водичку, ваше здоровье. Обычно не люблю холодную воду с утра, и поэтому я разбавляю фильтрованную воду с небольшим количеством кипятка. Хотя кто-то говорит, что нельзя так делать. Скорее всего, это будет заключительный влог из России, потому что я уезжаю в Индию опять, с чем я себя и поздравляю. Визы готовы, но по крайней мере хочется надеяться, что меня ничто здесь не удержит. Никакие силы, которые пытались удержать на протяжении последних дней. Мне нужно и предстоит пройти квест, состоящий, наверное, из чуть ли не 20 пунктов, из которых я ещё пока ни один не сделала. Так что много впереди съёмок. Ну, что-то такое по возможности буду снимать, что-то не буду снимать. Вот, где-то будет гололёд, и мне даже вообще не захочет доставать камеру или телефон откуда-то, чтобы не бахнуться с нею. Но, по крайней мере, планы есть, и планы грандиозные. Короче, надо всё успеть сделать. За последние, там, сколько у нас получается, четверг, а во вторник у нас, или в среду? В среду. В среду у нас поезд. Так что на последний день я не хочу откладывать. Буду собираться спокойно, собирать, упаковывать чемоданы. Вот, ну, мы с вами вместе всё это сделаем. Всякие вот эти вот мои делишки интересненькие, не очень. Вот, так что я счастлива. Мне кажется, если я туда приеду, и когда я туда приеду, я просто упаду вот так вот и ноздрями землю втяну. Буду обнимать деревья и буду просто вот так вот лежать на лужайке, раскинув руки и впитывая в себя солнечные лучи. Как я хочу туда. И как я мечтала последние полгода. Просто представляла себя конкретно в Индии и конкретно в этом храме. Я очень часто мысленно в медитациях была там. Всё, сейчас мы будем завтракать с вами. Показывать я не буду вам завтракать, потому что это будет каша. Каша мультизлаковая, фаберличная в пакетиках. Уж очень она мне понравилась. Ну, не фаберличная, нет, не фаберличная, вру. Кашу, которую я в пакетиках в другом магазине покупала. Мне она очень понравилась. И я прям так частенько делаю с... Ну, я вам сейчас покажу, наверное, всё-таки. Девчонки, а сегодня уже вообще 14 февраля. И я победительницам должна отправить сегодня подарочки. Специально вот такие вот открыточки купили. Там уже запакованы. Такие вот открыточки взяла. Очень красиво. Мне так они безумно понравились. Там я ещё их подписала. Вот. Решила сделать это более-менее красиво. В последнее время у меня появилась вот эта вот тяга. Ну, что-то как-то украсить, разукрасить. Красиво упаковать. Ну, не просто так вот что-то отдать, а преподнести это с неким таким сюрпризом. Так что поедут они у меня. Одна в Москву. Одну я сегодня отвезу. Договорилась в офисе Саратова. Так как женщина одна из Саратова. Ну, как бы не Саратова, но обслуживается в... В Энгельском офисе. В Энгельском. Что ещё интересно? То есть мне не нужно будет в Саратов ехать. И вот я сегодня завезу одну из водолазочек. Одна цвета какао, одна зелёного цвета. Так что поедут к победительницам. Всё, девчонки, я уже накрасилась. Это мой любимый быстрый макияж. Немножко не получилось, потому что я хотела в серых оттенках сделать. Но учитывая, что у меня на кисточке осталось после предыдущего коричневого цвета. И поэтому немножко получилось, ну, не так, как я это обычно делаю. Но всё же. А это вот та кашка, про которую я вам рассказывала. Сделала сейчас полуторную порцию. То есть целый пакетик и ещё половинку. Потому что уезжаю надолго. Может быть, ещё добавлю. Ну, сделаю ещё себе. А потом буду добавлять вот такую арахисовую пасту. И покупала я сливки. Не сливки, а молоко кокосовое. Перелила в баночку. Кстати, баночка из-под внутрь булли. Это очень удобно, если, допустим, делать коктейльчики. Есть крышечка сверху, которой можно вот забацать и поставить в холодильник. Залью кипятком. Добавлю масло, пасту. Пасту, да. И ещё сливок чуть-чуть. И всё. И вообще вкусняшка получается. Вот такая вот. А ещё у меня будет вот такой вот кофе, чтобы я окончательно проснулась. И очень нравится приправа к этому кофе. Она содержит в себе корицу. Учитывая, что я кашку буду есть, сладенькая всё-таки такое. Ну, не помешает. Можно, кстати, и кашу добавить. Но, думаю, это будет слишком too much. Кофе мне понравилось. Какое-то японское. Там стоило рублей 500. Такая вот баночка. И то по акции. Так она 800-900 рублей. Очень хорошая, классная кофе. Цивилизация до почты не дошла. Там у них карты не принимают. Вот сейчас пойду в Сбербанк. Девчонкам отправляю посылки. И надо будет деньги снять, чтобы заплатить за пересылку. Да, конечно. Смотрите, какая у нас на улице солнечная, классная погода. Но ничего не снимала. Я уже много дел переделала. Хотела обувь себе купить к отъезду, чтобы по аэропорту можно было гонять. Но ничего подходящего не нашла. Всё. Ну, такое вот. Либо, знаете, 5000 кроссовки, которые мне не особо, в принципе, понравились. Другие я пошла, померила на дому у девочки. Но они чуть-чуть сжмут в ширине. Вот я не стала брать. Потому что одно дело походить в минутку, другое дело перемещаться на далёкие расстояния. Я примерно знаю уже, что я на ноги обою. Вот. За неимением другого. Буду неподходящего мне по цвету одевать. Но я не хочу покупать, лишь бы абы как бы. И вообще, если честно, не особо люблю вот так вот идти, чтобы что-то брать. И специально, то есть идти и выбирать, например, осеннюю обувь. Я никогда не выберу. Очень люблю вот так вот бах, понравилось, остановился, купил. И вот счастлив, короче, ходишь, гоняешь. Вот так вот я обожаю. У нас на улице всё тает. Смотрите, солнце прям весна. Реально весна, весна на улице. Но обманчивая такая погода. Вот сейчас без шапки походила, и уже чувствую, у меня головка болит. Надуло лучше. Так что, утепляйтесь. На улице прям весна-весна. Сейчас я буду кушать. Взяла в магните, потому что ничего приготовленного нету. И санимаю, что я это буду делать. Салат под шубой. Селёдка под шубой. И с какой-то скопчёной курицей. Вот. А ещё я к питошке везела вот такой вот кот Баюн. Не знаю, во-первых, будет ли он её как-то есть, пить. Надо инструкцию ещё почитать. Короче, я же его отвожу на время, когда я уезжаю. Если я уеду. Ну, на то время, когда я уезжаю, мне нужно будет его отдать. Вот. И чтобы он не испытывал стресс, потому что он, когда меня нету рядом, начинает метить. То ли он выражает тем самым своё недовольство, то ли это действительно для него какой-то стресс. И поэтому вот что-то ему нужно давать. Я думала купить, ну, такие вот, как стоп-секс, по-моему, называется. Или стоп-барьер против половой охоты. Такие капельки, которые я ему давала, будучи у родителей. Но типа того мне и в одной, и во второй ветеринарной аптеке сказали, что это всё-таки гормональное. Лучше дайте ему вот что-то такое наподобие. И знаете, что ещё интересно? В одну аптеку позвонила, она мне один препарат сказала, такой, что подороже стоит 400 рублей. А в другую аптеку позвонила, она говорит, кот Баюн есть. Он, естественно, дешевле. Поэтому, девчонки, перепроверяйте. Ну, вот, либо через интернет, какие есть аналоги. Вот, сто процентов даю, что у того такой же состав, что у этого. А разница в стоимости, считай, получается в два раза. Не знаю, как ещё ему буду давать жидкость. Тут какая-то вот есть, вот, штучка, видите, пипетка, типа пипеточки, что ли. Вот, стеклянные эти настои. Блин, как я это буду давать? Вообще не понимаю. Ну, ладно, прочитаем инструкцию. И надо за 7-10 дней. У нас 7 дней нету, потому что в воскресенье мне его уже нужно будет отвезти. Когда в городе не будет пробок, чтобы я нормально ехала. Потому что вот ездить в то время, когда куча машин, ну, это выше моих сил, девчонки. Я прям действительно, ну, не могу. Меня прям раздражает. Потому что сейчас вот тот наличь, тот снег, который спрессовался, потихоньку тает. Вы видите, там у нас на улице прям ручи текут. И колеи ещё стали больше. То есть я ни в один двор не могу проехать на своей маленькой машине. А ещё 300 рублей за штуку. Короче, дешевле всего покупать линзы через интернет заказывая. Потому что вот я купила 2 штуки. Тоже на дорогу сменить, чтобы новые линзы. Надо их, кстати, сейчас прям уже и начать носить. Вот я за 2 штуки дала 540 рублей. Можете себе представить. Когда я упаковку покупаю за 850, по-моему. Последний раз я брала на максимум 900 рублей. То есть получается, если вы берёте в оптике, не заказывая через интернет. Я обычно через сайт точкарик заказывала. У нас есть ещё в Саратове линзы 64. Вот точка.ру тоже последний. Причём с доставкой они делают. Но если вы заедете в какую-то ближайшую оптику, чтобы купить линзы. Вам эти линзы обойдутся в 2 раза дороже. Имейте в виду те, кто носит линзы. Заказывайте их через интернет. Потому что цены, когда у меня озвучила цены, я такая 540 за упаковку, за 6 штук. Она такая говорит, нет, за одну пару. Я говорю, я за эти деньги покупаю 3 пары. Ну, примерно за эти деньги. Но взяла всё равно. Потому что у меня нет времени сейчас заказывать и ждать, пока они у меня придут. Собственно говоря, вот такие вот новости. Как всегда вам говорю, на улице невозможно снимать. Потому что нужно концентрироваться не на камере, да, вот так вот, идя по сторонам смотреть. Тем более научно горьким опытом. Я же ногу вот это вот повредила, палец стукнула, когда я шла и снимала в этот момент в Инстаграм. Поэтому я сейчас смотрю под ноги. Вот. А сейчас вообще снимать невозможно. Вот так вот гуляя по улице. Мне бы хотелось, конечно, вам красоты нашего Энгельца показать. Но я понимаю, что моё здоровье сейчас дороже. Тем более перед поездкой я себя охраняю и оберегаю, насколько это возможно. Вот. Потому что очень сильно хочу поехать. Обувь я так и не купила. Я вам уже сказала. И даже больше не буду тратить на это время. Потому что я, собственно говоря, потратила на это сегодня целый день. Не люблю я так обувь покупать. Я люблю вот. Пришёл, увидел, победил. Увидел, понравилось, купил. Так что вот специально, целенаправленно ходить и брать. И я ещё, знаете, думала, что цены в Фаберлик дорогие на обувь. Девчонки, кто зарегистрирован в Фаберлик или кто-то просто ещё думает, раздумывает. Вот я встретила одни, думаю, ну если что, я их куплю. Они как раз серенькие, подходят там под некоторые вещи, которые я с собой беру. И они такие с облегчённой подошвой. То есть, лёгкие, прям невесомые были. И у них сеточка вверх, материал тканевый был. Вот. Думаю, возьму. И мне так понравились. Они прям лёгкие были. Ну, мой размер не подошёл. Но я просто глянула на ценник, стоили они 2000 рублей. Можете себе представить. То есть, вот сейчас у нас весенняя коллекция вышла. Там тоже есть что-то наподобие этого варианта. С облегчённой подошвой, вверх ткань. И стоят они, сейчас я вам скажу сколько, по-моему, что-то 1200-1300. С учётом кэшбэка ещё получается дешевле. Я убедилась, что если ты хочешь не кожаную обувь, то лучше взять её в Фаберлик. Потому что не кожаная обувь, точно такая же в магазине, будет стоить в разы дороже. То ли в 2, то ли в 3 раза дороже. Поэтому пас я больше не буду покупать. Ну, вот какие-то такие вот тканевые, если что-то брать. Такое вот облегчённое, такое лёгкое, не кожаное. А кожаные я посмотрела, но они мне, знаете, так себе. Если бы это были какие-нибудь макосинки, более такие классические, такие универсальные. Чтобы можно было и под спортивные одеть, и под классик. Ну, такой вот более-менее. Я бы, конечно, купила, если бы они мягкие, как тапочки были. Вот, чтобы я обула, вот прям, и я кайфанула от этого. Но те кроссовки, которые я смотрела, там, ну да, они такие вот, ну, неплохие, скажем так. Но не фонтан. И как бы запокупать за 4,5-5 тысячи рублей то, что тебе, ну, так вот, в принципе, не особо-то и понравилось. Я не решилась, не хочу её. Вот, ну, и всё. Собственно говоря, сейчас я буду кушать и опять работать. Потому что у меня должно быть в моё отсутствие выходить ролики хотя бы через день, ну, хотя бы через 2 дня. И мне нужно всё то, что я уже наснимала, успеть смонтировать до отъезда. Так что у меня, вот, знаете, вот с утра до вечера я прям в режиме таком нон-стоп. Завтра тоже записано много куда. Хочу привести себя в порядок так, чтобы по минимуму заморачиваться насчёт макияжа, там, состояния моих ногтей и так далее. Но я туда вас с собой возьму, потому что я буду всё-таки делать. Делать это буду в помещениях. Поэтому покажу вам, какая я красотка стану. Ещё 3 дня назад я заказала вот этот вот прибор. Но, представляете, до сих пор у меня даже не было времени его протестировать. Потому что целый день вот так вот. Сейчас пока мне просчитывается очередное моё видео в логовое, там, на полчаса на целых оно растянулось. Я вам хочу показать этот агрегат. Вот. Я была у стоматолога, и он сказал, что зубная нить это обязательное условие чистки зубов. То есть, ей нужно каждый день пользоваться. И в том числе ирригатор. Потому что зубная нить проскакивает между зубными пространствами. Между зубами. Потому что они очень близко друг с другом стыкуются. А если у вас скучность зубов, то как раз вот на этом стыке будет и образовываться кариес. Потому что будет скапливаться пища. Поэтому чистка зубной нитью обязательно. Вот я взяла вощёную. Но мне кажется, вот не вощёная. Мне понравилось намного больше. Я когда-то давно-давно брала. У меня есть фаберличная зубная нить. Я решила просто ещё урлбишную заказать. Чтобы у меня были для разнообразия. Чтобы интереснее было жить. Ирригатор. Он вообще для всей семьи подходит. Потому что здесь в комплекте должны идти три зубные щётки. И есть субгенгивальная какая-то насадка. Гибкий распылитель. Но это у тех, у кого стоят мосты и зубные протезы. Почему им нужен ирригатор? Потому что он вышибает пищу. То есть зубной нитью вы всё равно до конца не вычистите всё. Давайте я сейчас, наверное, без вас достану его. Покупала я его через аптеку.ру. Через сайт. И он получился там дешевле, девчонки. Потому что смотрела я в других магазинах. У нас есть здесь официальный представитель. Именно в Саратове. Но я не стала у него покупать. Потому что хоть и со скидкой, но это было дороже. У меня там были какие-то витаминки. У аптеку.ру. И ещё у меня была скидка. То есть можно в интернете найти купон на скидку. Трёхпроцентную. Раньше были пятипроцентные. Сейчас вот они до трёх снизили. Ну, давно уже снизили. Вот. И мне он обошёлся. Вот всё вместе. Даже не он мне обошёлся. Всё вместе. То есть зубная нить. И это за 2500 рублей. Он мне лёгкий. Прям тяжеловатый. У меня теперь дилемма, куда его поставить. Потому что он работает, как я поняла, от сети. Или не от сети. Может, от зарядки он работает? Сейчас, девчонки, ещё посмотрю. Вот здесь вот есть как раз насадочки. Четыре насадки. То есть для четырёх членов семи у нас получается. И одна вот эта вот какая-то лингивальная какая-то насадка. Которая для этих протезов. Это для крепления на стену. Здесь вот три отсека для того, чтобы можно было положить эти насадки. И вот сам приборчик для того, чтобы можно было чистить. То есть вот включается, выключается. Но я не пойму, как он работает. Я справилась. Установила его. У меня тут, оказывается, вообще очень мало места. Тут теперь у меня гора непонятной косметики. Я, может быть, как немножко передвину здесь. В ту часть поставлю. Вот в ту часть, которая тоже мне навалена. Поставлю косметику. А в эту часть поставлю всё, что для зубов. А может быть, щёточки какие-то для лица. Не знаю ещё пока как сделаю. Расчёски тоже не знаю, куда положить. Капитоновскую надо брать куда-то. Ну, собственно говоря, она работает. У неё импульсный режим. Я ещё не пойму, есть ли у неё... Видите, как тут всё разбрызгивается. И вот такая вот струя будет бить по зубам. По дёснам. И я не знаю, есть ли у неё режим такой непрерывный. Видите, импульсный. Он просто так вот рывками выдаёт струю. Ладно, буду дальше... Я пока хлоргексидина сюда налила, чтобы прочистить, продезинфицировать его. Ну да, вот это вот резервуар для воды. Это переключатель скоростей. И здесь у нас отсек вода для того, чтобы налить. Это для того, чтобы вставить каждому члену семьи вот такие вот насадки. Потом снимаешь её и туда же отправляешь на место. Эта кнопка включить-выключить. Всё. Вроде бы всё. Но я не вижу здесь дополнительной кнопки под... Вот это вот что за дырочка? Тут у меня дырочка, наверное. Индикатор. По-моему, только здесь вот импульсный режим. Непрерывного нету. Ну ладно, сейчас почищу первый раз. Посмотрю, что это за такое чудо. Юда. Рыба-кит. И вот он очередной солнечный день. И я еду на ноготочки. Наконец-то решилась. Ни разу не делала гель-лак. За всю свою жизнь я делала накладные ногти. Но гель-лак я не делала ни разу. И хочу себя подготовить к поездке, как я вам уже сказала, чтобы максимально там не париться по поводу того, как ты выглядишь. Утром встала. И все. И пошла. Ну, упростить себе немножко задачу. Ну и в принципе хочется когда-нибудь уже наконец-то начать что-то новенькое. У меня вообще этот год под эгидой того, что... Делай то, что ты никогда раньше не делала. Это я для себя так решила. И уже многие вещи, которые я себе запланировала, они свершились. Здесь у нас солнышко. Очень классное солнышко. Обожаю солнце. И уже оно такое весеннее, яркое. И все под ним тает. Вчера у нас вообще... Ну, я вам показывала. Текли ручьи. Сегодня попрохладнее. Но на солнце, я смотрю, все равно. Тает снег. Между нами тает лед. Девочки, я сейчас приехала в подъезд. Так, где Бульварос. Посмотрите, как он выглядит. Ну, почему у нас нельзя сделать симпатичные подъезды? Вот такие вот жилые, реально, в которые классно будет заходить. Они будут напоминать что-то, нечто такое вот строительное, непонятного вида. Ну, что это за подъезд такой? Вот в Турции продают квартиры. Я даже не сразу поняла, что это лифт. В Турции продают квартиры. Так там вообще подъезд с мраморными ступеньками, по-моему. Либо с гранитой, какого-нибудь. Ну, то есть разница колоссальная между стройкой вот так вот. Ну, Бульварос. Такое классное место, да? Такое знаковое место в Энгельсе. И такие ужасные просто подъезды. Кошмар. Расплавочка вот такая. Я хочу такой себе мелькор. Вообще, я его подсмотрела в интернете. И, оказывается, у меня есть точно такой же. Прям один в один даже с саморасплавочкой. Аня, это все у вас, да? Больше у вас нету? Это вот все оттенки, которые есть у вас? Ну, получается, да. Но у вас оттенки побольше. Чего побольше? Дизайн. То есть, у разных вариантов можно сделать. Аня, это все оттенки. Казахстан, я тут на поляну, на бульваре Руссуев. Какой-то жужу. И она взялась и могла покушать. Жизненького. Потому что я не планирую готовить его в оставшиеся 2-3 дня. И посмотрите, какие ноготочки. Не могу налюбоваться. Я не могу. Какую картинку я показала, точно так же она мне и сделала. Единственное, конечно, что она, типа, для меня любила свою картинку. Ну, ты же второй. Второй. Короче, я не могу налюбоваться. И у меня такое чувство, что, скорее всего, я теперь это делать буду постоянно. Потому что, насколько удобно. Но пока удобство я еще не оценила. Но он не будет скалываться так быстро, как обычный лак. Да и, в принципе, ты можешь себе какую-то красоту создать. Прям надолго. Надолго. Так бы я не сделала сама. Короче, я влюбилась прям. Я не знаю, мне не с чем сравнить толсто, не толсто. Потому что все-таки я делаю это впервые. Ну, не знаю, похожу, посмотрю. Мне нравится. Вот на мои даже ногти, которые вот коротенькие. Но я бы не сказала, что сильно толсто смотрится. Конечно, он прибавляет слой. Я надолго с ним работала, потому что тяжелый лак в нанесении. Именно новый она, говорит, купила. Но мне понравился оттенок. Я именно захотела сочетать вот с той картинкой. Но сделать так, как на той картинке, которую я ей прислала. А сейчас я приехала к парикмахеру, стилисту. Не знаю, как его правильно назвать. Мне его порекомендовали. Потому что к нему ездит весь наш саратовский фоберлик. Вот. У меня есть подружка, которая кладезь вообще всех контактов. И если что-то надо, представляете, даже в Энгельсе она мне нашла человека. Хорошего такого мастера, который может сделать что-то с моей головой. А, да, я хочу подстричься. Хочу убрать как минимум 10 сантиметров волос. Потому что тяжеловато ходить уже с ними. Ну, поднадоели они мне чуть-чуть. И еще плюс ко всему, так как я уезжаю, там не совсем комфортно мыть голову постоянно. Вот поэтому, собственно говоря, я беру. Вот здесь вот должна быть какая-то речушка. Но все поросло камышом. Я так понимаю, здесь летом. Ну, что-то вроде такого, как затончика, что ли. Хорошенькое такое местечко. Прям понравилось мне. Вот, жду, пока он освободится. Потому что у него все расписано было вплоть до 27-го числа. Но он выкроил для меня время. Потому что я ему сказала, что я уезжаю, мне нужно срочно. И он нашел для меня местечко. Может, кто-нибудь, не знаю, отказался. Не смог. Вот, а я все любуюсь своим ноготочком. У меня теперь дилемма. Что мне с собой в качестве обувки взять? То ли розовые мои кроссовочки, то ли мятного цвета. И вроде бы у меня очень много синих оттенков. Но и синие-голубые тоже хорошо с розовым сочетаются. Ну, не знаю. Короче, у меня обувь вообще не в тему. Были бы белые, подходили абсолютно под все. А теперь мне приходится думать. Дилемма такая. Века. Но, если честно, в аэропорту там ни до чего не будет. Посмотрите, какой домик красивый. Вообще, такой классный. Старый-старый постройка, наверное. Не знаю. Военных, может быть, революционных годов. Я прям вижу в таких постройках историю. Посмотрите, какой резной. Красивый. Вот мне сейчас сантиметров на 10, наверное, отрезать нужно будет. И потом уже опять мы в результате пока будем филировать, там что-то снимать длину. И получится, что они еще будут короче и короче. Правильно? Поэтому сейчас сначала 10 сантиметров, а там уже сколько там доработаем. Тебе надо нечетки средства, чтобы было правильно? Ну, вот как бы да. Я не знаю, какой он у меня сейчас. Ну, нечетки. Вот по-моему, вот так вот он у меня. Ну, да. Да, чтобы он нечетки у меня был. Так, хотя волосы половина вытянутые, половины нет. А, в смысле половина вытянутые? Нет, ну здесь как-то ведь волнистые. Ну, это просто он у меня такой в середине волнистый. Все, понял. А, так я не вытягивала его. Надо было вытянуть, наверное. Да нет, нет, мыло голову? Мыло вчера или позавчера. Ну, что-то такое. Пойду так помоем. И вот каждый день уже на протяжении 4 месяцев вот эта вот песня у нас поет. Каждый день. Все, девчонки, смотрите, я лишилась своей части волос, чему я безмерно рада. Единственное, мы не успели с ним снять густоту. Я всегда снимаю густоту, но он торопился, потому что у него уже был там другой человек. Он не ожидал, что будет так долго. Ну, как бы я ему сказала, просто подровнять кончики, да, и снять густоту волос. И он говорит, я не думал, что у тебя такой густой волос, и я не думал, что это выйдет как полноценная стрижка. Но в целом мне понравилось. Вот попрошу его, чтобы мне сказал другие дни, когда он может. Надо успеть, опять же, доехать до моего отъезда, чтобы он мне вот убрал как раз то, что я не люблю. Это вот эту вот густоту. Потому что одно дело, когда он вытянул сам волосы, а другое дело, когда я буду сама сушить. И этого волоса много мне. Он говорит, я никогда так не делала, как ты их хочешь сделать. А я как делала обычно, я откидывала, то есть брала вот эту вот часть. Мы вот так вот ее откидывали, да. И вот начиная от корней, ну не от корней даже вот, а примерно вот отсюда, мы вот так вот по всей длине состригали. Это обычно у всех я так делала, у всех парикмахеров я так делала. Вот, ну мы не успели сделать. Ну густое, для меня слишком густые вот волосы. Он говорит, некоторые за это прям борются, за каждую волосинку. Но так как у меня их много, и для такой, скажем так, длины, этой густоты очень-очень много. Мне столько не нужно, мне просто тяжело будет с ними ходить. И я прекрасно знаю, что когда я сама помою волосы, я же не всегда их утюжком укладываю. И получится, что будет такая вот копна, начиная от корней вот так вот домика. Я так и не люблю. Видите, были они у меня вот такие вот, наверное, где-то. Ну мы так и с ним договорились, я говорю, режь 10 сантиметров, потому что потом, когда, знаете, как к парикмахеру попадешь, и он тебе застригает, застригает, то есть попросил там 5 сантиметров, а ушел там 20 сантиметров, хотя нет. Поэтому я, в принципе, вот на такую длину и рассчитывала. То есть 10 сантиметров, я думаю, он снимет. И еще плюс там филировку сделает, в итоге получится чуть больше, чем 10 сантиметров. Ну вот сейчас меня вполне себе эта длина устраивает. Меньше мне не надо, больше я тоже пока не хочу. В общем, к лету они у меня как раз отрастут. Наконец-то я домой приехала. Девчонки, я это замок любви купила, две пироженки. Если честно, яблонька сейчас испортилась, я даже не знаю, какую замену ей сделать. То есть старые пирожные вроде бы ничего, такие нормальные по вкусу остались. А те, которые они новые, стали делать, медовыми не понравилось. То есть все, что последние, какие новинки были, но это вот тихий ужас. Лично для меня очень сильно. То есть привыкли к хорошему качеству. Сейчас как пирожные, как не покупаю. Ну ничего хорошего вообще не могу в нем найти. Ну и замок любви, если честно. Если вот дешевый брать пирожные, это все растительные сливки. Это все вот какая-то, ну вот, невкусная банальщица. Банальщица. Банальщина. Банальщина. Вот. А это какие-то пирожные по 60 рублей. То есть стараюсь подороже, брать в надежде на то, что будет получше. Сейчас попробую, потестирую, скажу вам. Потому что очень, очень хочу чая. Я прокаталась. То есть мне чай нужно обязательно пить. Я прокаталась, получается, весь день. Ни у кого чая не попила. Никто не предложил. Вот. И как это много времени занимает. То есть я сегодня день целый потратила просто на то, чтобы сделать ногти. И на то, чтобы подстричь волосы, по сути. Все время 7. Сейчас туда-сюда покушаю, там, чай попью. И уже спать пора ложиться. И завтра опять дела вот в таком вот темпе, в таком режиме. Девочки, невкусная. Не берите. На основе растительных сливок нет ничего натурального. Лучше купить что-нибудь подороже. Но получить вообще кайф, удовольствие, чем вот такое вот. Яблонька лучше даже. Единственное, что мне понравилось, какие пирожные мне понравились, это муссовое пирожное в виде пирамидки в замке любви. И парижские тайны торт. Это как бы сборник такой, ну, как ассорти из разных кусочков, из разных тортиков. Вот. А это вообще не рекомендую. Тут, кажется, зря потраченные деньги. И поделитесь, кто живет у нас в Энгельсе. Где вот кондитерская такая вот, где можно купить пирожное и действительно кайфануть, получить удовольствие, а не вот, ну, сожалеть о потраченном. И еще смотрите, я тут обнаружила волос. Это вообще, конечно, трешак. Вот. Ужас какой-то. Ну, что за фигня? Что за конец дня? Что за конец дня? Это волос, девочки. Ужас. И невкусный еще, плюс ко всему. Если бы и вкусный был бы волос, я бы это простила. Я зареклась, что я в этом году буду делать то, что я никогда не делала. Так вот. А я никогда не выкидывала продукты. Вот так вот, чтобы купить, потратить деньги. И просто их сознательно, только потому что он тебе не понравился, выкинуть. То есть я могу сделать какой-то апгрейд. Либо попробовать через какое-то время еще раз. Либо довести до такого состояния, что уесть это пирожное уже невозможно, и только тогда выкинуть. Это вот какой-то чисто психологический у меня такой момент. Вот есть. А сейчас я вот то, что я не доела. Прям вот действительно сначала я пыталась. Потом подумала, нафиг мне это надо. И мне не нравится оно. И зачем я должна? Зачем я должна запихивать его в себя? И все, я решилась, Настя, я выкидываю. То есть я бы его не съела, я бы его сейчас оставила. Он у меня полежал, засол, заветрился. И только тогда я с чистой совестью, типа того, он же непригодный для еды, я бы его выкинула. Сейчас я сделаю это прям со свежим пирожным. Хотя свежести я тоже в его сомневаюсь, потому что какой-то вот вкус такой неприятный, прогаркаловатый. Я еще дам один шанс к замку любви. Я закажу специально у них пирожные, которые мне на сайте понравились. Там два из них, они фисташковые. Еще раз попробую реанимировать их для себя. Потому что вот, я говорю, конечно, я купила парижский тайный торт на Новый год. Если хотите, посмотрите мое видео, влоговое новогоднее. Так вот, я в таком восторге полнейшем осталась. Ну это просто такой кайф. Я давно не ела после яблоньки такого вкусного. И тут на тебе. Причем стоит оно недешево. То есть оно включено в стоимость дорогих пирожных, которые за 60 рублей. Я больше это для тех говорю, кто у нас живет в Саратове для Энгельса. Для чего я так долго рассусоливаю здесь эту тему. Кто живет в Саратове и в Энгельсе, не берите замок любви. Вот эти вот всякие пирожные. Кроме вот, знаете, они как бархатные такие сделаны сверху. Такой интересный у них дизайн. Как будто бы они с напылением такие, не блестящие, не глянцевые. Все остальные пирожные, которые я брала, но это вот тихий ужас. Все остальные тортики, которые нарезные брала, тоже есть практически невозможно. Единственный торт, от которого действительно я в восторге осталась, это Парижские тайны. И скорее всего я его еще возьму в следующий раз, когда поеду к родителям. Вот, больше не буду экспериментировать. Потому что, и причем на пирожное стоит точно так же 60 рублей, как и вот то, которое... Не пойму, почему у меня борода красная. То, которое... Вот мне понравилось, как бархатное, с бархатным таким напылением, орнамент. По стоимости оно то же самое, что то 60 рублей стоит. Что это 60 рублей? Ну то намного вкуснее, и оно мне действительно понравилось. Оно там апельсиновое, клубничное и ванильное. Больше всего мне нравится шоколадное. Ну, это стоимость такая же, но в составе используются растительные сливки. И прям ты ешь и чувствуешь, что эти растительные сливки, они нифига не тают во рту. Причем я заплеваю это горячим чаем, а все это вот неприятной вот этой такой пленкой обволакивает внутри рта. Вокруг рта. Так что вот вообще, ну не светую просто. Я такой... Знаете, лучше денег отдать. Вот я у девочки заказывала, а на дому она делает капкейки. Лучше я переплачу в два раза и поем вкусно, чем вот я потом вот выкину деньги зря и выкину потом то, что я не съел. То, что мне не понравилось. Все, это суббота у нас. Третий день моих голодных игр. Моих гонок. Вот. Еду не накрашенная сейчас на йогу с утра, и после йоги у меня сразу будет наращивание. Не пойму, почему у меня куча всего поскакивала на лице. Вроде бы не сезон, вот, не время. Но лицо прям просто все обметало. Предполагаю, что я ем в последнее время много сладкого. Ну как относительно много сладкого. То есть, ну не так уж и много. Но как только я начинаю есть сладкое, девчонки, я заметила, что куча высыпаний на лице. Хотя я не ем шоколадки там тоннами, плитками, да, пару там кусочков и все. Но когда я не ела его вообще, у меня все нормально было. А сейчас вот, кучу лицо, у меня все разукрашено. Ресницы я не красила, потому что на наращивание. Можно было бы, конечно, там умыться, но я не хочу с этим заморачиваться. Там я с собой взяла салатик в контейнере фруктовый. Ну, я вам уже показывала. Там грушка у меня, бананчик, апельсинчик. Киви йогуртом залила. В этот раз еще добавила несколько ложечек кокосового масла. Вот, все, сейчас прогреется машинка, и мы с вами поедем. Все, девчонки, я наконец-то дома. Вот, большую посылку забрала, я не знаю, сколько килограмм. Килограмм, наверное, 16, к счастью. 12 килограмм. Это Василек мне опять пришел. Буду снимать видео, осталось мне совсем немного по времени. То есть, вот завтра как раз я хочу отснять в первой половине дня. Во-вторых, вторая мне уже тоже отписана, я там расписана. Я отвожу капитона. А еще мне сделали реснички. Вторую часть лица я вам не буду показывать. Вот, у меня там что-то высыпание на высыпание. Вот, еще не знаю, не поняла, понравились мне или нет. Потому что я делала лет 5, наверное, назад. Подружка у меня просто самоучка. Она даже на нигде не училась. Ну, как-то сама есть у нее способности к этому, наклонности. Ну, так вот, она мне 5 лет назад, наверное, делала реснички. Мне очень-очень нравилось. Они держались долго, 4 месяца. Это я, ну, у меня подружка ходит здесь в Энгельсе к этой девочке. Собственно говоря, так по знакомству делала. Вас потом скажу, если хотите, кто в Энгельсе проживает, может быть, захотите к ней съездить. Но не знаю еще пока, как будут носиться. Вот. Поэтому рано еще пока что-то говорить. Понравилось ли мне изначально или нет. Вот мне подружка как-то делала по-другому. Она делала вот такой вот вытянутый лисий глаз. Вот эти реснички почему-то, вот, которые мне сейчас девочка сделала, они, ну, вот, как-то загнутые. И нету вот этого вот, ну, как-то вот не сохраняется вот эта вот форма. Может быть, мне не загнутые надо было выбрать, а такие более прямые. И тогда бы вот этот вот мой край, вот эта в форме лисички, он бы сохранялся. Я не знаю, как вам объяснить. Чтобы реснички вот так вот шли, шли, шли. А вот к уголкам глаза, они вот так вот расходились, чтобы реснички. И тогда он будет смотреться более вытянутым. Но она говорит, они немножко потом разыцавые, распрямятся, распушатся. Не знаю, посмотрю, потом вам скажу уже окончательно и всего. И похожу в Индию. Испытаю их в экстремальных условиях, в поездах, в самолетах. Потом скажу, как долго держатся и понравилось мне или нет. Но чтобы понять понравилось или нет, это нужно все-таки в сравнении с кем-то. К другому мастеру походить и уже выбрать своего. Спасибо. Спасибо.